привет в этом видео я покажу геймплей за дзинь юаня это именно будет геймплей не разборка билда ничего потому что это бета-тест и к реализу может много чего поменяться даже те же сеты или билды которые актуальны были на бете они могут измениться к реализу потому я покажу просто геймплей чтобы было хотя бы визуально понятно кто такой дзинь юань его скиллы как они работают значит сначала посмотрим вот он сам дзинь юань вот он вот такой вот вот он у него меч вот такой электро там он электро персонаж эрудиция это значит что он будет очень у него способности будет завязаны на тактике можно так сказать на какой-то значит обычная атака наносит 50 процентов сил атаки дзинь юаня в качестве электрического урона выбранному противнику навык раскатывающийся гром наносит 50 процентов сил атаки дзинь юаня в качестве электрического урона всем противником и увеличивает количество атак дзинь юаня на один следующий на один на следующий ход до десяти раз ну тут в общем то наносит 50 процентов сил атаки дзинь юаня в виде электрического урона плюс и на поле на может так сказать его не знаю как сказать по этом не назовешь наверно короче там в небе будет меч его небесный сами увидите когда будет бой у заметите и фактически с помощью когда он использует навык он бафает этот свой небесный меч для атаки сверхспособность наносит 120 процентов сил атаки дзинь юаня в качестве электрического урона всем противникам следующее действие шэн дзюаня имеет один дополнительный одно дополнительное усиленный одну дополнительно усиленную атаку не включения не включенных в количество атак шэн дзюаня множители урона усиленной атаки шэн дзюаня повышается на 60 процентов атакуют урон повышает множители атаки и и усиливает этот свой меч и небесный увидите он Он называется Шэнь Дзюань. Навык. Призывает. Это вот это вот, кстати, навык. Это, можно сказать, пассивная способность. Но хотя она и так пассивная. Но я имею ввиду, что во время боя он фактически призывает свое такое вспомогательное оружие, можно сказать. Это вот техника, так можно ее назвать. Призывает Шэнь Дзюаня в начале боя. Шэнь Дзюань имеет базовую скорость 60 и количество атак 3. Каждая атака наносит 30% силы атаки Шэнь Дзюаня в качестве электрического урона случайному противнику. И 25 урона наносится соседним целям в качестве электрического урона. Каждый раз, когда количество атак Шэнь Дзюаня повышается на 1, включая усиленные атаки, скорость Шэнь Дзюань повышается на 10 единиц. После окончания действия скорость Шэнь Дзюаня и количество атак восстанавливается до исходного значения. Когда Цзинь Дзюань упадет, Шэнь Дзюань исчезнет. Когда Цзинь Юань не может действовать, Шэнь Цзюнь тоже не может действовать. Короче, они между собой завязаны. Если умирает один, умирает другой. Если один не может ходить по какой-то причине, то есть его там заморозили, зарутили или еще что-нибудь сделали, другой тоже не ходит. Получается, этот меч, как вы сами увидите, ты сам увидишь, этот меч, который с неба будет атаковать, автоматически сам по себе, так сказать, наносит случайный урон кому-то и массовый урон всем. Ну, это логично, урон-то массовый. Ну и техника, с помощью которой он в бой вступает. Гофу называется. После использования техники в начале следующего боя количество атак Шэнь Цзюня повышается на 2. Короче, атакует с помощью этой штуки, пробивает, если была уязвимость, и бафает свой этот Шэнь Цзюнь. Сейчас найдем врагов, желательно сразу с электроуязвимостью. Пойдем в ту сторону. Ну, этот меч его я уже показывал, наверное. Сейчас найдем чудиков с уязвимостью. Так, здесь на площади, кажется, не будет. А, вот. У этого должна быть уязвимость, если я не ошибаюсь. Нет, у него нет уязвимости. Попробуем пробежать. И посмотреть, если впереди будут враги с уязвимостью. Вот, у этого есть уязвимость. Вот он. Атакуем Ешкой. Точнее, бафаемся Ешкой и атакуем его обычной атакой. Пробиваем. Чуть-чуть пробили уязвимость. Бафаем, точнее, ГГ бафает на защиту и агрид мобов. Вот, Цзинь Юань. У него такой вот меч. Я не знаю, как... Знающий, напишите в... В комментариях, как такие мечи называются. Получается, меч, но рукоять почему-то очень длинная. Это как какое-то короткое копье, можно так, наверное, назвать. Не знаю. Так, вот обычная атака. Вот так. Электроурон наносит. И все. Атакует достаточно простенько и наносит урон. Так. Вот сейчас, смотрите. С левой стороны есть список ходов, так сказать. Третий по счету, это и есть этот Шэнь Юань, кажется, его, да, называли? Шэнь, вот этот вот. То есть, после вот этой вот птицы летающей, будет ход вот этой способности Цзинь Юаня. Смотрю, чудили щит. О, ну, короче, копыта уже, ласты склеил. Вот сейчас будет особо... Вот она, особая способность, по которой говорили. Говорил я. Он какого-то как бога, бога-божество какое-то призывает. Не знаю, как это описать. Так. То есть, снова щит. Сейчас мы посмотрим Ешку. Она массовая, кстати. Массовый урон наносит. Просто здесь один чудик остался, потому особо и не... И не почувствуешь, так сказать. Сейчас найдем других врагов. Надо будет еще зарядить тогда... Способность. Сейчас здесь наверху, кажется... А, да, кстати, тут... Ладно, это я потом разберусь с сундуком с этим. Так, сейчас тогда нападем на того, который там раньше был. У него, кажется, была какая-то уязвимость там. Вот сейчас мы бафнемся вот так. Атакуем с помощью брони, чтобы уязвимость пробить. Вот так. Так. Что у нас? Так, ГГ. Бафает. Вот сейчас мы Ешкой атакуем, чтобы было заметно, что она массовая. Вот, это массовый урон на Ешке. Вот. Сейчас надо ульту постараться зарядить. Сейчас опять мы Цзиньоаня в бой вызовем. Так. Сейчас будут эти чудилы летающие. Вот сейчас будет его особая способность снова. Она достаточно мощная, эта способность, на самом деле. Так, ладно, чтобы успеть увидеть все. Таскота. Снова атакуем обычной атакой. Вот так. Ну, бой закончен, но зато ульту мы зарядили. Сейчас найдем другого врага. И посмотрим ульту еще. Ульту, на самом деле, я даже тоже не видел еще. Потому что особо не играл Цзиньоанем. Поэтому ульту сейчас будем вместе смотреть. Так. Мы сейчас... Кажется, если мы телепортанемся сюда, то там тоже будут враги. Кажется. Я точно не помню. В этой локации я еще особо не исследовал. Только по истории. Вот. Здесь есть Чудиво. А сейчас посмотрим, если он с уязвимостью. Да. Он еще есть с электроуязвимостью. Вот так. Сейчас сразу ультанем сходу. Вот троечка. Это будет массовый урон, как я понимаю. Короче, он тут Сусанна использует. Кто наруто смотрел, вот это Сусанна, короче. По сути. Наверное. Так, ладно. Ты щит. А ты Ешкой массово. Так. Хэдшот. И сейчас будет особая способность. Вот так. Все. Ну, я думаю, этого достаточно, чтобы понять, кто такой Дзинь Юань. Что он из себя представляет, какие у него способности. Большое спасибо за просмотр. Поставь лайк этому видео. Подпишись на мой канал. Посмотри другие видео тоже. Если будешь смотреть другие видео, советую зайти в раздел с плейлистами. Я там все разделил по темам. Чтобы было удобнее искать вещи. Потому, я думаю, тебя оттуда будет удобнее найти все. Еще раз большое спасибо за просмотр. Увидимся в других моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok